Зимние новогодние сказки интересные, веселые и поучительные. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с книгой «Новогодние сказки про Машу и Ойку» известной детской писательницей Софьей Леонидовны Прокофьевой. Маша и Ойка. Жили-были на свете две девочки. Одну девочку звали Маша, а другую Зойка. Маша все любила делать сама. Сама ест суп, сама из чашки молоко пьет, сама игрушки в ящик убирает. А Зойка сама ничего делать не хочет и только говорит, ой, не хочу, ой, не могу, ой, не буду. Все ой да ой. Так и стали ее звать не Зойка, а ойка. Сказка про самый лучший зимний подарок. Наступила зимушка-зима. В лесу сугробы высокие, ветер крутит, вертит звездочки-снежинки. На круглой полянке собрались все зверушки. Здесь и Маша, и Ойка. На круглой полянке сугробы пониже. Раскидали их лопатками мышата в красных курточках. Все всматриваются в далекую лесную дорогу. Кого-то ждут. Но вот показались легкие серебряные саночки. Везет саночки веселая белая лошадка. Звенят колокольчики. Это едут Дед Мороз и девочка-снегурочка. Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, девочка-снегурочка! Мы вам так рады! Обрадовалась Маша. Ой, что вы так долго ехали? Сердито сказала Ойка. Ой, мы из-за вас совсем замерзли. Ой, ножки озябли. Ой, ручки как ледышки. А сама смотрит на большой мешок. Вынул его Дед Мороз из санок и положил на снег у своих ног. Ой, развязывай мешок скорее, нетерпеливо сказала Ойка. Эки ты капуша. Ой, шевелись ты побыстрее, Дед Мороз. Развязал Дед Мороз свой мешок и вынул оттуда новенькие коньки. Как серебро заблестели они на солнышке. Всем подарил Дед Мороз чудесные коньки. Даже всем мышатам в красных курточках. Все обрадовались благодаря Деда Мороза. Только Ойка молчит. Стоит, хмурится. Какой ты добрый, Дедушка Мороз, сказала Маша. Я давно уже о коньках мечтала. Это самый лучший зимний подарок. Ой, никакой это не подарок, проворчала Ойка. Ой, вот кукла это подарок. Игрушечная посуда тоже подарок. Ой, а коньки это так, ерунда, а не подарок. Какая ты грубая, Ойка, нахмурился Дед Мороз. Я дарил коньки и девочкам, и мальчикам, и зверушкам. И все были рады. Одна ты такая недовольная, капризная. Смотрит Ойка. Все от нее отвернулись. И Маша, и девочка-снегурочка, и зверушки. Даже маленькие мышата в красных курточках не хотят на нее глядеть. Стыдно стало Ойке. Ой, прости меня, Дед Мороз, сказала Ойка. Ой, больше никогда не буду подарки бронить. Сказка про скользкий лед. Сверкает нарядная елка на берегу глубокого озера. Блестят стеклянные игрушки, разноцветные шары. Птички прилетают и садятся на зеленые еловые ветки. Любуются серебряными цепями. Надели все зверушки новенькие коньки. В первый раз вышли на лед Маша и Ойка. Проехала немного Маша, поскользнулась и упала. Поспешили к Маше десять мышат-спасателей в красных курточках. Помогли ей подняться, отряхнули с нее снег. Спасибо, мышата, поблагодарила Маша. Ойка тоже выехала на лед. Прокатилась немножко и упала. Теперь к ней подъехали десять мышат-спасателей в красных курточках. Хотели помочь ей подняться, но она закричала на них грубым голосом. Ой, пойдите прочь, противные мышата. Ой, не трогайте меня своими холодными лапками. Ой, и лед противный, скользкий. Из-за него я упала и ушиблась. Ой, больше не буду кататься. Рассердилась Ойка и ушла домой. А Маша подружилась с девочкой-снегурочкой, взялись они за руки и катаются вдвоем. То быстро кружатся, то красиво танцуют. Зверушки толпятся на берегу глубокого озера. Любуются, наглядеться не могут. Спасибо тебе, лед, смеется Маша. Спасибо тебе за то, что ты такой скользкий и гладкий. Как будто мы не катаемся, а летаем. Сказка про стеклянные шарики. Много елочных игрушек у Маши, да и у Ойки не меньше. Тут и стеклянные зверушки, и фонарики, и колокольчики. И у каждой игрушки крепкая ниточка. За эту ниточку надо вешать игрушку на еловую веточку. Посмотри, Ойка, радуется Маша, какие у меня стеклянные шарики красивые. Один золотой, другой серебряный. И как будто в каждом огонек горит. Ой, подумаешь, отвечает Ойка. И у меня такие шарики. Ой, ничего красивого. Заглянула в окно девочка-снегурочка. Ойка, Ойка, вскрикнула девочка-снегурочка. Что ты делаешь? Нельзя шарики так вешать. На самый кончик веточки упадут шарики, разобьются. Ой, рассердилась Ойка. Ой, и так хорошо. Ой, не буду я шарики на середину ветки вешать. Ой, я пальчики уколю. Повесила Ойка оба шарика на самые кончики веточек. Залетел в окно сквознячок. Чуть качнулась елка. Упали шарики и разбились. И золотой, и серебряный. Заплакала Ойка. Ой, елка противная. Ой, без шариков она некрасивая, ненарядная. Я же тебе говорила, огорчилась девочка-снегурочка. Не плачь, Ойка, стала утешать ее Маше. У меня два шарика. Золотой и серебряный. Возьми, какой хочешь. И будут обе елки красивые. Взяла Ойка золотой шарик. Помогла девочка-снегурочка Ойке повесить шарик, как надо, на середину веточки. Ой, простите меня, сказала Ойка. Теперь я всегда буду так вешать стеклянные шарики. Также из книги «Новогодние сказки про Машу и Ойку» Софьи Леонидовны Прокофьевой вы узнаете о девочке-снегурочке, о верных друзьях, о ночных тропинках в зимнем лесу.